Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня у нас очередная передача «Посещение любимого доктора». Как мы поняли из ваших звонков и обращений устненных, так и письменных, что эта передача вызвала определенный интерес. И телезрители, многие обращаются с различными вопросами, и я подытожила их и выбрала, что самое большое количество вопросов поступает по современному оказанию медицинской помощи. То есть хирургия, которая называется малоинвазивная хирургия в медицинском понимании. А наши телезрители часто задают такой вопрос. Доктор, что это значит такое, что в больнице давали кишку глотать, или в больнице через трубку смотрели что-то там внутри, в желудке, в бронхе. Что это такое? То есть, как вы уже поняли, что большой интерес вызвал у наших телезрителей эндоскопическая хирургия. Наверное, вы были недавно свидетелем того, а мы, как врачи, принимали участие в оказании этой помощи, когда очередной раз машина скорой помощи, рассекая воздух со звуковыми маячками, световыми сигналами, просит уступить дорогу на перекрестке. В это время доставляют бездыханного ребенка определенного возраста. Ему 4 годика, я открою этот секрет. Зовут его Юра. Что оказалось? Машина подъезжает к приемному отделению. Бездыханного ребенка несет врач скорой помощи. Рядом молодые родители. Как оказалось потом, что дети, играясь между собой, один из младших детей проглотил инородное тело. Было вопросом, где находится это инородное тело. По информации родителей, это инородное тело острое. Значит, есть опасность ранения пищевода. Или же этот острый предмет попал в дыхательные пути. И здесь на помощь приходит эндоскопическая хирургия. Что такое эндоскопическая хирургия? Ну, как мы уже знаем дальше, что помощь такому ребенку бездыханному, которые буквально секунды решали вопросы, буквально секунды решали жить или не жить этому ребенку, помог в этом деле наш доктор-хирург, уважаемый доктор Шишков. И это человек, который занимается оказанием такой помощи. Конечно же, его работа состоит из многих компонентов, когда действительно эндоскопическая, то есть оптическая аппаратура позволяет заглянуть как в дыхательные пути, так в пищеварительный тракт, а также в толстый кишечник из естественного анального отверстия. Все эти возможности, на которые сегодня рассчитывает современная медицина и наше население, может хорошо пояснить, объяснить и показать, как это делается. Это доктор Шишков. Я рада вас с ним познакомить, хотя многие из вас его очень хорошо знают, он многим помог. И мы, врачи, всегда знаем, что к этому доктору можно позвонить в любое время суток, дня и ночи, и он, не считаясь ни с временем дня, ни со своей занятостью, готов прийти на эту помощь. Но сегодня состоит вопрос в том, чтобы показать, что наша нарвская медицина в плане эндоскопии может, и чем она располагает, чтобы показать нашему населению. Итак, мы сегодня беседуем с врачом-хирургом-эндоскопистом доктор Шишков Анатолий Викторович. Добрый вечер, Анатолий Викторович. Для нас была большая проблема пригласить вас на эту беседу и только в силу вашей занятости. Ну, мало того, что вы в больнице очень заняты, я как хирург тоже неоднократно прибегала к вашей помощи в ночное, в праздничные дни. Я знаю, что вы утром только сегодня, только утром ночным поездом вернулись с Москвы, вы где-то были на курсах на очередных. И знаю, что по вашей эндоскопической хирургии эту науку можно постигать только в городах высокого ранга. Но я надеюсь, вы с нашими телезрителями поделитесь впечатлениями своего обучения. Ну и сегодня наши телезрители ждут от вас такой, знаете, лирического пояснения и рассказов о том, что такое эндоскопическая хирургия. Как вам удается, как вам удалось этого ребенка спасти, как вам удается избегать тех больших операций, которые раньше считались калечащими операциями, когда надо было истекать, ампутировать органы определенные. Сейчас вы делаете чудеса. Пожалуйста, Анатолий Викторович, расскажите нашим телезрителям. Добрый вечер. Ну, действительно, эндоскопия, без эндоскопии в настоящее время нельзя представить современную медицину. И здесь, в этом отделении я занимаюсь эндоскопией с помощью гибких аппаратов, которыми можно исследовать органы, внутренние органы, в основном полостные, пищевод, желудок, 12-перстная кишка, толстая кишка, бронхи. И не только исследовать, но и проводить лечебные манипуляции. Итак, эндоскопия, вообще слово происходит от греческого слова, состоящего из двух слов, смотреть внутрь. И она позволяет обследовать внутренние органы, в основном полостные внутренние органы. И не только обследовать, но и при этом обследовании, проводить забор материала, дополнительного материала, который позволяет нам более точно проводить диагностику заболевания. И все это вместе, и визуальный осмотр, и дополнительный материал приближают точность диагностики к 100%, почти к 100%. Кроме диагностической эндоскопии, используется и лечебная эндоскопия. С помощью нее мы можем останавливать кровотечение различными способами. Это и введение лекарств различных, это коагуляция, то есть воздействие высокой температуры. Это наложение специальных клипс, которые позволяют практически сшить сосуд и надежно остановить кровотечение. Ну а что касается данного случая, приведенного на Григорьевной, то у ребенка имелось инородное тело, инородное тело бронхов. И с помощью такой аппаратуры, в том числе и у детей, у детей раннего возраста, пожалуй, исключая только новорожденных, можно удалять эти инородные тела и таким образом спасти жизнь человеку. Субтитры создавал DimaTorzok